У этих идиотов хватило ума начать войну не с Украиной, а со всем миром. Вы знаете, мы такие слабые, а Путин, он такой сильный. Они будут до тех пор бить, пока не уничтожат Россию. Вот эти уроды в Думе сделали так, что у нас в Уголовном кодексе не запрещены агитации и пропаганды. Юр, ты на удивление в этом вопросе убедителен и сомнений это не вызывает. Я хотел бы перейти к следующей теме этого же вопроса. Очень часто звучит аргументация о том, что, предположим, неправо российская страна. Предположим, неправильно начали действительно с нарушениями юридически. Но уж ежели начали, то надо бы закончить этот вопрос. Потому что, ну, действительно, массовая гибель людей, ни у кого нормального, любого нормального человека не может вызывать какой-то симпатии, понимания. Все говорят, ну, лишь бы как-то закончилось. Так давайте, значит, вроде как завершим этот вопрос. Выглядит, конечно, по-дурацки. Абсолютно понятно. Начали убивать, так убей. Начали грабить, так ограбь. Начали насиловать, так насилуй. Ну, сама по себе постановка вопроса дурная. Вот что ты думаешь по поводу, кто начал и кто должен продолжить? Вот они потопили у нас часть российского флота. Что, должны весь потопить? Дай комментарий, пожалуйста, по этой части. Я подхожу к этому с другой стороны. Значит, я говорю, я хохол. Я из Днепропетровска. Понимаешь, я гражданин Советского Союза. Я хотел бы объединения. Я все делал, чтобы не разъединились в свое время. Я хотел бы, чтобы не... Черт с ним! Вот таким образом. Экономически выгодно жить в великом государстве. И поэтому это национальная идея. Я бы хотел, но я вот, вы, инициаторы войны, вы тут кричите. Да мы ее в неделю сейчас. Как вы ее выиграете? Расскажите мне. Понимаешь? Я хочу увидеть, как вы сможете это сделать. Ведь ты понимаешь, для того, чтобы выиграть эту войну, у этих идиотов хватило ума начать войну не с Украины, а со всем миром. Потому что это... Такого вообще не было в истории России. Хоть какие-то союзники всегда были. Со всем миром, включая львиную долю российского общества. Это составная часть мира. Я к нему, к российскому обществу плохо отношусь. Вот, потому что оно... Да, я закончил мысль. Хорошо. Не избиваю тебя. Получается так. Значит, мы выиграем. Не важно, как вы выиграете. Но мы выиграем войну. Получается, что вот эти 50 стран, которые уже объединились с Украиной, поставляют ей оружие, поставляют добровольцев. Они что, должны будут своим избирателям сказать, вы знаете, мы такие слабые, а Путин, он такой сильный. И вот мы вынуждены, значит, капитулировать. Они что, капитулируют? Они будут повториться история с Гитлером. Они будут до тех пор бить, пока не уничтожат Россию. И самое страшное в этом, должен сказать, что русские на несколько, наверное, поколений превратятся в изгоев мировых. В некую мразь, которая фашистская, которая убивает мирных людей, неизвестно почему, ради своего удовольствия. Как это было с Германией после Второй мировой войны, так сказать, это стало именно такой ситуацией. И ты, и я помним, что у нас любой враг были немцы. Немцы, фрицы. Да. Все. В этой ситуации, я с тобой согласен, потому что, если даже посмотреть смотки с фронта, причем с обоих сторон, ну, как-то ситуация вокруг нуля крутится. Фронт не движется ни в ту, ни в другую сторону практически. Несмотря на то, что четыре месяца уже происходят боевые действия. И сейчас на подходе западное вооружение. Абсолютно понятно, что и вооружение, и деньги, и топливо, и продукты, и я не знаю, что там еще будет поставлено с запада, играют серьезную роль. И велика вероятность, что фронт пройдет в обратную сторону. Ну, понимаешь, там сейчас, там вообще начало войны. Если ты посмотришь на эти морды, прокрутишь обратно заседание Совета Безопасности 22 февраля, какие перепуганные, грустные морды, понимаешь, когда вот они понимали, что что-то происходит страшное, понимаешь. Вот, то возникает вопрос, что и тех, и тех заставили провести войну. Украина была готова к тому, что мы войдем. Они три дня, говорят, вообще даже выстрела из автомата не было. Они молчали, но они устроили засады везде, понимаешь. Они подняли призывников, приписали их еще с 18 числа. Игорь, я одну секунду, нас посадят с тобой, если ты начнешь описывать боевые действия и дискредитировать российскую армию, давай мы эту тему как-то иллюзовым языком. Я говорю об украинской. Получается, что они хорошо воюют, а мы плохо. Нет, были готовы. Товарищи, мы это дело не говорили. Российская армия лучше всех, все хорошо. Не, но там, ну как сказать, там, дай-ка я, черт возьми, еще выскажусь. Значит, слушай, у нас как-то такой вопрос задать. Кто лучше всех должен разбираться в законах? Рядовой избиратель. Нет. Нет. Ну, это, конечно, что-то это самое, но вообще-то люди говорят юристы. Понимаешь, никакие не юристы. Лучше всего в законах обязаны разбираться политики, законодатели. Тот, кто дает закон, он должен разбираться. Но у нас уроды такие, что они дают, подписывают, нажимают кнопки за законы, не понимая вообще, на что они нажимают. Фактически ты согласился со мной, политика это олицетворение избирателя. Да, но избиратель, он как бы, чтобы не иметь головную боль, он голосует за политика. Он перепоручает, да, политику эту работу. Да, но тогда твоя работа становится, ты должен знать. Так вот, ты понимаешь, в основе строительства государства, его строит политика, они строят законами. В основе строительства государства лежит конституция, основной закон. Это чертеж государства, как он должен выглядеть. В этой конституции есть конституция конституции. Первые 16 статей конституции, основа конституционного строя, которым должны соответствовать все остальные статьи конституции. Все остальные статьи конституции, они могут думой исправляться, как угодно. Но вот эти, и плюс вторая глава от права человека, не имеют права трогать дума. Нужно тогда менять всю конституцию. Так вот, права человека, 29 статья, значит, свобода слова. Тебе разрешается говорить все, что угодно, понимаешь? Вот, свобода слова полная, свобода убеждения полная. Ты вот убежден, что нужно бить жидов и спасать Россию. Замечательно. Это твое убеждение, понимаешь? Подожди, а что же запрещено? А запрещена агитация и пропаганда. Агитация это возбуждение людей на какое-то действие. Ты не имеешь права возбуждать людей на то, чтобы они били жидов. Пропаганда. Пропаганда это создавание сторонников. Ты не имеешь права вербовать сторонников, вот для того, что там били жидов. Понимаешь? Ты как-то все свел к лицам определенной национальности. Не-не-не, но я бы, чтобы эпатировать зрителя, понимаешь? Это же обычно считается такая закрытая тема. Но я вот, чтобы эпатировать, говорю, что вот это тоже разрешено. Разрешено нацистское убеждение. Что запрещено? Запрещены агитация и пропаганда. Так вот, вот эти уроды в Думе сделали так, что у нас в уголовном кодексе не запрещены агитация и пропаганда. Слов таких нет. Запрещено именно слово. Что бы ты ни сказал, тебя могут наказать. Вот эти законы по поводу дискредитации применения вооруженных сил. Дискредитация не запрещена Конституцией. Это основной прием политических партий. Дискредитировать друг друга. Понимаешь? Это вы нагло попрали 29-ю статью Конституции. Что касается уголовного преступления. Мы, тем не менее, не дискредитируем никого. Что касается фейков, информации, которая не соответствует действительности от происходящих, за что именно уголовное преступление. Слово фейк это не юридический термин. Это вообще иностранное слово. Там написано как раз, в общем, не написано фейк статье, там написано ложное, ну, неважно, ложная информация, короче. Недостоверная. Но она недостоверна. Но это 152-я статья Гражданского кодекса. Если ты говоришь недостоверную информацию, тебя должны возбудить гражданское дело, заставить тебе доказать ее. Если ты не докажешь, то возложить на тебя штраф и заставить тебя провернуть. Для начала провернуть, да. Самое мягкое наказание. Но это есть. Вы зачем ввели? Это не самое. Зачем вы ввели уголовное преступление? То есть люди не соображают, что делают. Они попирают сейчас Конституцию. Это, между прочим, преступление, 278-я, по-моему, это изменение, захват и удержание власти вопреки Конституции. Понимаешь, Конституция вам запрещает это делать? Вы это делаете. Поэтому, конечно... Говорят, у нас президент именно к этому стремится. Я слышал, что он имеет тоталитарные наклонности. Не слышал ты такого? Не с тем ты говоришь. Я знаю, что и этого президента нет. Вместо него артисты. И уже давно, начиная с начала 2000-х годов. Но, Александр Викторович, если мы сейчас эту тему еще займем, то мы уйдем вообще в сторону от Украины. Я-то знаю твою теорию, поэтому я как раз пытался тебя вывести на то, что есть президент или нет. Кто в итоге в основе этого действия? Потому что, если это группа артистов, то вообще концов не найдешь. У них есть кукловоды. И они тайны. Это страшно. Понимаешь? Когда человек открыто, допустим, делает какую-то фигню, тот же Пиночат, да? То его берут, его за итоги там арестовывают, судят. Вот это его не судили. Но, тем не менее, южнокорейские президенты, там их, по-моему, штук и четыре сидит. Как же он, Хиро, Беу и далее. Когда человек явный, то есть, если бы это был настоящий Путин, то он бы отвечал за свои действия. Но когда у тебя федеральная служба охраны нанимает похожих, теперь она Путина, сейчас же уже они похожи друг на друга. Там с Путиным вообще ничего близко нет. На артистов, то у меня вопрос, а кто кукловоды? А кукловоды неизвестные. Вот сейчас начнется за войну наказание, а кто? Они исчезнут. Понимаешь? Кто они такие? Там, ну, Эйна, там, конечно, там расскажут. Там есть кому рассказать, кто реально кукловоды. Но, тем не менее, это неизвестные лица, которые управляют фактически Россией. Ну, нечто подобное было в Камбодже. Там никто не знал имен настоящих руководителей. Равно как в Никарагуа. Были команданты УНО, команданты ДОС, команданты ПИА-1. В военных условиях это зачастую применяется. То есть, неизвестные отцы, да, так сказать. Но война вот только началась от 20 лет. Кто? Да какое? Это же с Ельцина началось. Это с 96-го года, когда подох Ельцин, и вместо него двух артистов это самое поставили. А потом поняли, что это замечательная вещь. Понимаешь? Нафига нужен президент, когда можно обойтись, тайно где-то руководить и обойтись артистами. Ну, я говорю, это надо отдельно. И даже я бы не стал, ты говоришь, я не убедителен устно. Я фильмы, фильмыцы делаю, где там показывают фотографии. Я думаю, что если ты напишешь на эту тему книгу, статью или еще прочее. Да написал. У тебя 100%... И я призываю купить его книгу. Он действительно более убедителен в текстах. Потому что он профессиональный писатель. Так что, Александр Викторович, значит, с точки зрения того, что мы тут, к нам прицепиться, что мы совершили преступление, значит, вопрос стоит вот как. Понимаешь? Мы с тобой говорим о чем? Ну, я, по крайней мере, говорю, ты меня поддерживаешь. О том, что совершено преступление статьей 353. Но есть в Уголовном кодексе такое понятие, как соучастники преступления. То есть, есть исполнители, есть организаторы и есть пособники. Это лица, которые устраняют препятствия для проведения этого преступления. То есть, если к нам предъявят претензии о том, что мы, вот тут чего-то про Украину и говорили нехорошее в этом случае, мы скажем, что вы, мерзавцы, преступники по статье 353, за которой полагается 20 лет. Потому что вы устраняете препятствия к проведению этого преступления. Вы устраняете препятствия для того, чтобы продолжали убивать и там, и там. Хорошо. Мы поговорили о причинах, мы поговорили об ответственности подробно. Фактически, мы оговорили вопрос, связанный с реальными действиями на поле боя. И свой микропрогноз мы фактически выдали, что, скорее всего, мир победит в конкретный режим. Ну, я не вижу, как можно победить. Да, да. Это же мы еще не тронули экономику. Да, да. Это же уже 80% автомобильные остановлены, нет подшипников, никто не изготавливал, нет, ой, боже, всего, батарейки. Блин, у нас месторождение этого летия никто не разрабатывал, ни черта нет, понимаешь? Юр, мы обсуждали с Гудковым этот вопрос подробно и пришли к мысли о том, что, так сказать, доказательства противного существуют. Вот представить себе ситуацию, что один режим, как ты говоришь, еще с неназванными, а неизвестными отцами, победил весь мир, достаточно маловероятная вещь. Речь идет вот о последствиях всего этого хозяйства, потому что последствия для нас, кроме эмоциональных, которые ты уже упомянул, потому что во всем мире мы пугалом становимся, есть и конкретные наказания, которые могут к нам наступить. Они связаны с тем, что в Совете Безопасности нас могут лишить права вета, в области вооружений нас могут лишить контроля за ядерным оружием, на нас наложат какие-то санкции экономического свойства в виде репараций, да, это называется термин, это вполне возможная вещь. И причем не исключено, что они будут больше, чем то, что арестовали сейчас счетов в Центробанке. Значит, на нас могут наложить такое проклятие, как трибунал, наших руководителей могут привлечь. Это вполне реальная вещь. А их, блин, надо еще своими судами судить, по идее. Вот с твоей точки зрения, как ты себе представляешь эту ситуацию?